Восьмом веке от Рождества Христова окрестности Иерусалима страдали от разрушительных набегов срацин. Средь многих монастырей дважды нехристи пытались разграбить Лавру Саввы Освященного. Первый раз враг напал внезапно, было то пред самым вербным воскресеньем. Ворвавшись, изверги затребовали отдать все ценности. Но не было в обители ни злато, ни богатств, а лишь немного пищи да ветхая одежда, ответили иминоки. Тогда злобленные срацины стали расстреливать насельников из луков, и многих тогда поубивали. А варварам все мало, подожгли они все кельи и уж хотели главный храм поджечь. Но вдруг увидели вдали, что будто войско великое направляется из Иерусалима в подмогу. Ретировались срацины, но ненадолго. Вскоре на Великий Четверг злодеи вновь напали на обитель еще в большем количестве. Стали истреблять они иноков, а выживших согнали в главный храм и под страхом смерти стали выпытывать у них, где же спрятаны сокровища. Для устрашения остальных они выбрали совсем молодого инока Иоанна и стали его пытать бесчеловечно. А в это время укрывшийся от сарацин хранитель ценностей преподобный Сергий, пытаясь уберечь священные сосуды, бежал из лавры, но вскоре был настигнут соглядатаем и обезглавлен. Немногим инокам все ж удалось сбежать, но скрывшихся в пещере преподобных заметил страж, что караулил на горе и приказал им сдаться. Тогда один из них, святой Патрики, обратился к братьям своей «Не бойтесь, я один за вас выйду и умру, вы же сидите и молчите». Выйдя к стражу, он заверил, что там один скрывался, и сарацин, поверив, отвел преподобного Патрикия в Лаврскую церковь к остальным несчастным. Меж тем захватчики потребовали с монахов выкуп, четыре тысячи злотниц и все священные сосуды, что было совершенно невозможно. Тогда их всех приволокли в пещеру святого Саввы, а перед входом развели смрадный костер, чтобы задохнулись они все. И восемнадцать душ невинных мучеников вскоре вознеслись на небо, в том числе святые Иоанн и Патрики. А сарацины, так и оставшиеся ни с чем, покинули обитель. Спасенные Патрикием монахи вернулись в Лавру и счастью погребли тела убитых. Варваров же Господь очень скоро покарал, наслал на них болезнь, и все они погибли, став падалью для диких зверей. Второе апреля. День памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрики и прочих в обители святого Саввы убиенных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова